Привет, меня зовут Соня, но в интернетах я более известна как Грей. И последние много лет я рисую сомнительные картинки, которые почему-то нравятся людям. На данный момент я учусь в художественной академии имени Штиглица на графическом дизайне, но так было не всегда. Когда мои родители заметили, что я не совсем обычный ребенок, потому что я с особым энтузиазмом приклеивала пуговицы на картон и шила сомнительные игрушки для кошек, они отвели меня в художественную школу. И, скорее всего, это было их самой большой ошибкой, потому что вместе с ней я ходила на гимнастику, которую я благополучно бросила, потому что рисовать картинки определенно было приятнее, чем заниматься спортом. Примерно с этого моя жизнь изменилась. Однако художественная школа была только началом. Благодаря очень приветливому коллективу и самой лучшей преподавательнице, которую только можно было представить, я начала задумываться о том, что я рисователь для себя. И вот уже пять лет я рисую в интернет аниме мужиков и пытаюсь бороться с комплексами. Получается, не всегда, потому что, как и у любого творческого человека, у меня случаются вгорания, чему художественный вуз, очевидно, не способствует. Именно поэтому в этом году я не хотела туда поступать. Однако мы здесь справляемся с сессиями, с композицией и пытаемся ходить по субботам. И кроме недосыпа и отсутствия личной жизни, рисование дает мне невероятную радость и гордость за то, что я могу своими руками сделать из ничего абсолютно сомнительную картинку, которая даже понравится другим людям. Именно поэтому я до сих пор занимаюсь этим уже пять лет как, даже если не всегда получается, и даже если хочется все бросить. Поэтому я считаю, что рисование — это очень важная часть моей жизни. Я бы не хотела бросать его, даже если все станет совсем плохо. Возможно, мне нужно к психотерапевту. На самом деле мне очень нравится учиться в этом вузе, несмотря на то, что я не хотела сюда поступать, очень сильно не хотела, не хотела до истерик, потому что здесь дают 30% скидку в ближайшей кофейне, и можно поспать на полу, пока идет живопись. Мне запретили говорить что-то плохое про мой вуз, поэтому я не говорю. Но на самом деле художка была не единственным стимулом для сомнительного рисования сомнительных вещей в интернете, потому что в 2017 году, когда мир столкнулся с меня с другими художниками, у которых такие же невероятные ментальные проблемы, как у меня, я поняла, что это судьба. И вот, спустя пять лет, у меня совершенно случайным образом организовалась сотка заполненных скетчбуков и еще больше неначатых холстов в фотошопе. Несмотря на то, что я нахожусь в двухлетнем выгорании, из которого не видно выхода, и психотерапевта тоже не видно, я все равно безмерно счастлива, что я живу в этом невероятном городе с невероятными пробками и добираюсь по полтора часа каждое утро в свой невероятный вуз. Я люблю это место, я люблю рисование, я надеюсь на то, что я закончу эту жизнь все-таки смертью от старости, а не раньше. А можно про аниме мужиков говорить? Конечно, ты можешь все говорить.